Привет всем, с вами Хомиш и сегодня я вам кратко расскажу о танке КВ-1. Для начала о плюсах танка. Первый плюс это круговая броня. Она настолько хорошо держит удар, что мелкие уровни, с которыми мы попадаем в бой частенько, нас не пробивают даже в корму. Второй плюс это топовое орудие танка. Оно имеет очень хороший разовый урон в размере 160 единиц. Очень даже неплохое пробитие в размере 120 мм. Ну и естественно, это советское орудие бьет с вертухи. Третьим плюсом я бы назвал урон в минуту. Он у нас здесь почти 2000 единиц без досывателя. При этом у нас есть хорошее бронепробитие и неплохая точность. Четвертым и пожалуй последним плюсом я бы назвал вес танка. Он у нас 50 тонн, что очень хорошо. Мы можем таранить без проблем всех соперников 5 уровня, некоторых 6 и даже некоторых 7. Проблем с этим не будет. Ну и об нас часто убиваются светляки. Теперь пожалуй стоит поговорить и о минусах танка. Первый из них это подвижность КВ-1. Она у нас убогая, очень плохая. Да и вообще все прекрасно знают каков КВ-1. Пока вы не выкачаете топовый движок, вы будете ездить максимум 20-25 км и то с трудом. С топовым движком можно будет делать хоть что-то. Ну и то подвижность очень сильно хромает. Второй и самый очевидный минус КВ-1 это обзор. Он у нас всего лишь 310 метров на топовой башне и это очень-очень мало и очень-очень сильно мешает играть. Стереутрубу ставить обязательно. Третий и не особо критичный минус это прочность танка. У нас она самая маленькая среди тяжелых танков 5 уровня, то есть даже у французского БДРа прочности на 10 единиц больше. Но это нам не мешает, так как у нас есть броня, которая танкует всегда и везде. На этом основные плюсы и минусы КВ-1 заканчиваются и пожалуй стоит перейти к тактике ведения боя на нем. При попадании в топ нам стоит давить основные направления при поддержке союзников. И по возможности пользоваться обратным ромбом. Если вы будете делать все правильно, бой будет затащен, так как КВ-1 в топе это почти всегда хорошо. При попадании вниз списка или в середину нам нужно ехать с более высокоуровневыми союзниками вместе и помогать им давить направление. Из оборудования я бы советовал ставить обязательно досылатель для улучшения скорострельности, обязательно вентилятор для улучшения всех характеристик и стереотрубу, чтобы нормально видеть и чаще тащить бои. По перкам хотелось бы сказать одно, обязательно выкачивайте ремонт, а остальное уже на ваш вкус. И в завершении я оценю этот танк. КВ-1 я оцениваю на 8 медалей Колобанова из 10. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, здесь много интересного. Пишите в комментариях какой бы вы хотели видеть следующий танк в данной рубрике. На этом все, до свидания.